Политолог объяснил, почему плакаты с Путиным играют против Порошенко. Радио Sputnik Политолог объяснил, почему плакаты с Путиным играют против Порошенко 8.58. Трансляция выступления Петра Порошенко в Киеве Штаб Петра Порошенко объяснил, какой смысл вкладывался в предвыборные плакаты с Владимиром Путиным Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik Высказал мнение, что этот ход избирательной кампании оказался неудачным для украинского президента Предвыборный штаб кандидатов президента Украины и нынешнего лидера страны Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью сильного президента В штабе подчеркнули, что эти изображения официальный рекламный продукт, оплаченный из избирательного фонда При этом в команде Порошенко выразили удивление количеством выступивших в защиту нарушенных прав Путина украинских экспертов и политиков, среди которых были и официальные представители другого кандидата в президента Владимира Зеленского Как объясняется, задача главы государства не рассмешить Путина и не встать перед ним на колени, как когда-то заявлял Зеленский, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей В штабе отметили, что с помощью этого рекламного сюжета пытаются напомнить Украине, что в условиях внешних вызова в стране нужен сильный президент и верховный головнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом После критики со стороны общественности украинский президент признал свой лозунг или Порошенко, или Путин неудачным Он также извинился перед избирателями, которые увидели в такой агитации отсылку к Зеленскому и подчеркнул, что своего конкурента агентом Путина не считает Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Спутник высказал мнение, что выдвинутый Петром Порошенко лозунг неудачен прежде всего для самого украинского президента Я думаю, что команда Порошенко в данной ситуации больше очерняет своего кандидата, нежели набирает для него очки Потому что мы видим, что плакаты в Харькове, где был очень низкий электоральный уровень поддержки Порошенко, и на востоке, и на юге, наоборот, будут только уменьшать рейтинг Порошенко, а не увеличивать его Благодаря таким плакатам украинцы приходят к мысли сравнить двух лидеров Мы помним, что во время первого тура было очень много бюллетеней, в которые голосовавшими был дописан Владимир Путин как кандидат в президенты Украины, и за него украинцы голосовали Поэтому данные плакаты, с одной стороны, двусмысленны, а с другой стороны, они фактически ведут к снижению рейтинга Порошенко, считает Антон Бредихин На Украине 31 марта прошли выборы президента По данным ЦИК, никто из кандидатов необходимого для победы в первом туре числа голосов не набрал Второй тур назначен на 21 апреля, в нем примут участие Порошенко и Зеленский, набравший в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент